Вся информация в видео опубликованных на нашем сайте взята из открытых источников. Следите за новостями и подписывайтесь на наш канал. Алиева ждать не будут, кто нанесет превентивный удар. Турция и Азербайджан проводят десятки подобных учений в году, это обычное явление. Не стоит искать в этом нечто экстраординарное. Мы видим, что учения вызывают тревогу в некоторых странах. Но для этого нет никаких оснований, заявил 13 августа в Баку на встрече с министром обороны Турции и высшим военным руководством Алиев. Что заставило его заявить, что другим странам ни о чем беспокоиться. Кого имеет в виду Алиев? Имел ли значение его звонок Путину? Азербайджанские СМИ сообщили, что Алиев пожаловался на поставки России 400 тонн военных грузов в Армению, через Казахстан, Туркменистан и Иран. В сообщении же Кремля говорится о том, что обсуждалась региональная ситуация в свете июльской эскалации, и Путин счел важным исключение шагов, ведущих к нагнетанию обстановки. Алиев также отметил, что Турция станет партнером номер один для Азербайджана и в военной сфере. Видимо, в беседе с Путиным Алиеву не удалось убедить Россию сохранить статус партнера номер один в сфере обороны. Между тем, до Апрельской войны именно Россия была главным военно-техническим партнером Баку, который получил от России до 80% вооружений. Следует полагать, что Баку потерял в качестве ключевого партнера и Израиль. После Тавужских сражений это неудивительно, потому что Тель-Авив вряд ли намерен похоронить реноме своего ВПК в Азербайджане. Но дело не только в статусе партнера номер один. Тавужский лакмус показал, что нет такого государства Азербайджан и его руководство. Алиев видит восприятие этого в ряде государств. И заявление Алиева о том, что другим странам нечего беспокоиться, в подтексте содержит озабоченность Алиева в связи подобным восприятием других стран. Поставужское агрессивное поведение Турции в отношении Азербайджана сделало более явным то, что нет Азербайджана и нет его президента Алиева, есть военно-политический смертник Турции Алиев. Никто не хотел бы видеть в зоне, так сказать, своих насущных интересов подобного смертника. А таких стран в Кавказско-Каспийском регионе немало. Так что, многие могут просто не дождаться, чтобы смертник получил задание, и нанести превентивный удар. Алиев боится такого удара и пытается успокоить соседей. Вопрос в том, кто еще доверяет его словам. Турция распрощалась с Газпромом и переходит на азербайджанский газ. Газпром продолжает терять рынок газа Турции, которая еще недавно была вторым крупнейшим клиентом после Германии, а в 2020 году отказалась от российских поставок практически полностью. Об этом сообщает издание Finans.ru. По данным ФТС, в июне в Турцию было прокачано всего 2 миллиона кубометров газа, в 1127 раз меньше, чем в январе, и 585 раз меньше, чем в тот же месяц год назад. Фактически поставки остановились. На турецкий рынок пришлось 0,01% от общего экспорта Газпрома, который составил 11 миллиардов кубометров. Российский газ Турция заменяет сырьем из Азербайджана, который с марта удерживает статус крупнейшего поставщика в страну. По итогам прошлого года поставки азербайджанского газа с месторождения Шах-Денис выросли на 27%, и Анкара намерена продолжать их наращивать, заявил во вторник глава турецкого МИД Мевлюд Чавушагул. Азербайджан уже вышел на первое место по поставкам природного газа в Турцию. «В предстоящие годы мы увеличим объем закупок газа у Азербайджана», – сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Цитаты по Интерфаксу. «Мы продолжим свои усилия для расширения двухсторонних взаимоотношений во всех областях», – добавил Чавушагул. Турция стала головной болью для Газпрома вскоре после того, как президенты Владимир Путин и Реджеп Эрдоган поворотом символического вентиля запустили стоивший 7 миллиардов долларов трубопровод «Турецкий поток». Начиная с января поставки в Турцию перешли в режим свободного падения. В январе это было 2,254 миллиарда кубометров, в феврале – 1,119 миллиарда, в марте – 0,394 миллиарда, в апреле – 0,473 миллиарда, в мае – 0,342 миллиарда, а в июне – всего 0,002 миллиарда. Из-за отсутствия спроса пришлось останавливать трубопроводы. В мае Газпром прекратил прокачку по построенному в начале 2000-х голубому потоку. Причиной назывались ремонтные работы, которые планировалось завершить в течение двух недель. Но на конец июля, по данным Reuters, труба мощностью 16 миллиардов кубометров в год по-прежнему стояла пустой. 27 июля турецкая Ботас объявила о второй за два месяца остановке турецкого потока. Как заявила компания, газопровод встанет на две недели, до 10 августа из-за ремонтных работ. Месяц назад турецкий поток уже останавливали на плановое обслуживание, которое продолжалось с 23 по 29 июня. Тогда инициатором остановки был Газпром. Помимо азербайджанского газа, Турция планирует наращивать закупки СПГ на спот-рынке, рассказал Reuters-источник в энергетической отрасли страны. С этим, по его словам, было связано решение увеличить время профилактических работ на голубом потоке в мае. В Газпроме готовятся к дальнейшему ухудшению ситуации на турецком направлении, говорил ранее Reuters-источник в компании. Вербальная атака Турции на Армению. Кто сбил азербайджанские дроны? Нам повезло, что мы делимся опытом с такой сильной армией. Турецкая армия показала свою силу в Сирии, Ираке и Ливии. Даст Бог, при поддержке вооруженных сил Турции армия Азербайджана выполнит свой священный долг, сказал министр обороны Азербайджана Закир Гасанов на встрече с турецким коллегой Хулуси Акаром. В ответном слове министр обороны Турции Хулуси Акар отметил, что турецкая армия окажет Азербайджану всю необходимую поддержку. Вся наша мощь будет на стороне Азербайджана и его военных в противодействии Армении, незаконно оккупировавшей Нагорный Карабах, совершивший геноцид в Хаджалы. Азербайджан не одинок. Мы и дальше продолжим всяческую поддержку справедливой борьбе Азербайджана. 83 миллионное население Турции будет рядом с Азербайджаном в деле освобождения оккупированных территорий, сказал Хулуси Акар. После событий в Тавуше Турция и Азербайджан проводят уже не первое вербальное наступление на Армению, поглядывая заодно и на Россию. Сегодня президент Азербайджана Алиев позвонил Владимиру Путину и, как сообщает администрация Алиева, выразила озабоченность в связи с поставками российских вооружений Армении. Одна из азербайджанских газет утверждает, что появилось сообщение о доставке военными самолетами из России через Каспий и Иран, средств радиоэлектронной борьбы Краснуха и автобазы в Армению. Именно эти системы были использованы для нейтрализации азербайджанских дронов во время боевых действий. Судя по всему, в Тавуше Азербайджанам и Турцией готовилась серьезная провокация, которую армянским силам удалось вовремя пресечь. Судя по тому, что были задействованы дроны. А тогда еще министр ИД Азербайджана Мамедьяров еще до провокации предупредил европейские структуры об угрозе региональным коммуникациям со стороны Армении. Азербайджанские беспилотники должны были нанести ущерб газопроводу и обвинить в этом Армению. Но армянским силам удалось не просто сбить смарт-беспилотники, но и посадить их без повреждений. По некоторым данным, это могла сделать группа из Арцаха, которая давно специализируется на антидронной борьбе. Турции и Азербайджану не с руки признавать, что армянским силам удалось предотвратить провокацию, и они пытаются кивать на Россию. Вербальные атаки продолжаются. Безубая реакция Армении. Почему Ереван не заявляет о главном? Десять армянских партий, позиционирующих себя как консервативные оппоненты нынешней власти, распространили заявление в связи с столетием Севского договора, призвав актуализировать его в международном праве в соответствии с новыми геополитиками-реалиями. В заявлении отмечается, что мы имеем дело с договором, который был применен частично, в основном не применяясь по части Армении. Между республиками Армения и Турция нет иного многостороннего договора, получившего международное признание, который правомерно решает пограничный вопрос двух государств, говорится в заявлении. При этом в заявлении не указывается, что именно помешало имплеменции Северского договора по части Армении. Не говорится также, что не договор между Арменией и Турцией определяет нынешнюю армяно-турецкую границу. Нынешняя граница Армении определяется российско-турецкими договорами. И говорить об актуализации Севера без требования денонсации русско-турецких договоров не просто наивно, но и преступно. Как подписавшие заявления партии, в том числе ПА, РПА, представляют заключение договора с Турцией по поводу границ, если Турция не считает нужным говорить об этом с Ереваном. Пока Москва выражает приверженность русско-турецким договорам и пока Ереван не заявляет об их непризнании, никакой Северский договор не может стать актуальным. На этом фоне, заботливо ограждающая Россию от обвинений, позиция армянских оппозиционных партий кажется, извините, импотентной. Впрочем, такова же позиция и власти. Спикер парламента Арарат Мирзаян сделал запись к столетию Северского договора, в котором обвиняет тех, кто говорит о Северском договоре в мечтательной наивности. Он пишет, что 10 августа 1920 года было подписано два документа – Северский договор и еще один в Тифлисе – соглашение Армении с большевиками. Вторым документом Армения согласилась, чтобы спорные Карабах, Зангизур и Нахидживан заняли войска РСФСР. Тифлисское соглашение было тут же имплементировано, без Зангизура, который не отдал Нжде. Север же остался на бумаге, пишет Арарат Мирзаян, обвиняя в этом не Россию, которая путем оккупации вынудила Армению подписать соглашение вопреки Северскому, а армянское руководство того времени. Иначе говоря, Дашнакское правительство. Склоняющееся к либерализму нынешнее правительство Армении порой не может скрыть комплексов в отношении Первой Республики. А главный либерал Армении, первый президент Левонтер Петросян, говоря даже о школьной программе по истории, пренебрежительно заявляет, что история писалась в логике Айдата. И опять не слова о роли России. Арарат Мирзаян обвиняет Запад в том, что Северское соглашение стало последним признанием в любви уходящих из региона союзников, которая согревала наши души, когда мы отказывали туркам в переговорах и отвергали возможность хоть что-то удержать. В сентябре 1920 года турки заняли часть Восточной Армении, остальное досталось большевикам, говорит Арарат Мирзаян, предпочитая называть российскую оккупацию большевистской. Мы позволили, чтобы союзники нас обманули. Мы не просчитали, оказались слабыми, не смогли, пишет Арарат Мирзаян. Есть ли грани соприкосновения между двумя этими позициями, консервативно-националистической и либерально-националистической? Такой гранью может быть только очная ставка с фактами, а они состоят в том, что нынешнюю границу с Арменией Турция определила договором с Россией, а не Арменией. И пока об этом не будет заявлено официально, потуги вернуть севский договор и либеральные призывы забыть историю окажутся бесплодными. Алиев и Путин обсудили обострение обстановки на армяно-азербайджанской границе. По инициативе азербайджанской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджанской республики Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает официальный сайт Кремля. Обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня. Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее укрепление российско-азербайджанского партнерства во всех областях. Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с регистрацией российской вакцины от коронавирусной инфекции. Проведен обмен мнениями по региональной проблематике в контексте имевшего место в июле этого года обострение обстановки на Азербайджано-армянской государственной границе. С российской стороны подчеркнута важность недопущения любых действий, способствующих эскалации напряженности, отмечается на сайте Кремля.